Весна 2014 года. Красный Лиман и округа захвачены вооруженными сепаратистами. Боевики ищут украинских патриотов и находят. 8 мая несколько машин останавливаются возле дома семьи Зайцевых, известных проукраинской позицией. Начинается штурм. Ранения получают дворовые собаки. Нападающие проникают в дом через окно. Здесь вооруженных боевиков ждут хозяева с топором. Даже я не думал, он у меня в руках оказался, инстинктивно, средство самозащиты. Но когда одна пуля сюда влетела, я понял, что следующая уже окажется во мне. И тогда мы начали уходить на второй этаж. Виктору спасло жизнь пианино. В нем застряла пуля, еще несколько оказались в потолке. В это время одну группу нападавших отвлек сосед. Я развернулся и стал уезжать на улицу. Они погнали за мной. Я не знаю, как бы было дальше, но то, что я их увел, и здесь было меньше людей, как бы события развивались, непредсказуемо. Семья убегает на второй этаж. Здесь опять звучат выстрелы. Мы все про тебя знаем, что ты в библиотеке сказала «Слава Украине». Тобто, меня вчители и директор школы сдали. Вин кинув на диван и выстрелил. Выстрел прошелся. Ось тут даже есть такая дырочка, залишилась. Если бы я пошевелилася, або так что-то руками сделала, он бы меня застрелил. И сбив всю семью, сепаратисты уехали. Эта карательная операция проводилась по особому плану, может быть, с некими там нюансами. Они выбивали всех украинских активистов, зачищали поле от недовольных. Как говорит Виктор, под обстрелом переживал, чтобы пули не испортили аистов – символ его семьи. Сегодня Зайцевы – волонтеры. Они помогают армии и развивают патриотическое движение в Лимане. Сергей Горбатенко для Донбасс Реалии, Радио Свобода.